Груды, пепла – это все, что осталось от 11 домов в поселке Яицкое. При пожаре никто не пострадал. Люди успели вовремя покинуть свои жилища. Только детей забрали и прямо сюда побежали. А дома там, мебель, все там загорелось. Документы, что-нибудь? И документы все сгорели. Водительские, паспорта. Без жилья остались около ста человек. Всех разместят на ночлег в начальной школе села Лопатина. Там же их будут кормить горячими обедами. Специалисты администрации Волжского района помогут погорельцам и с восстановлением документов. Будем обращаться сейчас в паспорт, невизовую службу ГИБДД, чтобы оказать помощь. Ну, то есть службы будут уже сопровождать для того, чтобы максимально оказать помощь в ликвидации последствий. Сигнал о пожаре на пульт спасателей поступил в полдевятого утра. Первые подразделения, которые прибыли на место уже через 13 минут, установили, что огонь распространился на площади 600 квадратных метров. Сначала пожару присвоили повышенный ранг номер 2, а вскоре повысили до третьего ранга, потому что огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. Сильный ветер, плотная застройка и материалы домов, все они были деревянно-щитовые, все это сказалось на скорости распространения пожара. Сначала огнем были охвачены три дома, а уже через полчаса – 11. Огонь тушили 142 пожарных и 47 единиц спецтехники. К месту происшествия дополнительно направили 14 бойлеров с водой, чтобы оперативно пополнять запас пожарных машин. Распространение огня остановили около 11 утра. Затем спасатели начали локализацию пожара и проливку пепелища, чтобы исключить угрозу новых возгораний. Предварительная причина пожара, как сейчас выяснили специалисты надзора Волжского района, это загорание подвесного потолка предварительно в результате неисправности электропроводки в одном из жилых домов. В результате жилой дом загорелся и произошло распространение от него на три дома. Специалисты государственного пожарного надзора продолжают выяснять причины пожара. Также на месте работает и испытательная пожарная лаборатория. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.